Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь, наверное, хочется сказать, что в целом вы говорите про определенную систему ценностей. И определенные способы реагирования. Ну вот, имеется в виду определенные способы реагирования на все или иные ситуации, скажем так. И мне кажется, что вы говорите об отказе от этого, что, на мой взгляд, в общем-то довольно-таки лукаво звучит, потому что я не сторонник того, чтобы от чего-то отказываться. Ну, то есть, мне кажется, что у человека есть какая-то схематичность, и мне кажется, что у человека есть какая-то вот парадигма, в которой он живет, и в ней всегда есть, пожалуй, что-то хорошее в этой парадигме. Вот. Есть, конечно, что-то негативное вне всякого сомнения, но и что-то хорошее тоже есть. Что-то хорошее тоже присутствует. Вот. И как бы наша задача, она, мне кажется, не в том, чтобы убрать у вас одну реальность и заменить эту реальность в другой. А наша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы научить вас жить в этой реальности, в которой вы уже живете. Вот. Не отказываться от своих ценностей, ну, может быть, сделать их немножко гибкими, может быть, сделать их немножко более такими пластичными, более интересными для вас, более позитивными для вас. Вот. Ну, никак, никак. Не сделать так, чтобы вы полностью отказались. Ну, то есть, потому что, если что-то вы не терпите, то, ну, и не надо это терпить. То есть, если на кого-то вы обижаетесь, вы можете что-то простить, то и не надо это прощать. Может быть, в будущем вы сможете это простить, а может быть нет, никто это не знает. Вот. Поэтому, мне кажется, как-то вот, что больше здесь, а именно про это больше идет речь, нежели чем про то, чтобы вы от чего-то отказывались. Вот. Поэтому, я думаю, что таким может быть мое видение этой ситуации в целом. Вот. И, соответственно, здесь важно увидеть фигдали. Например, вы делаете то, что вам хочется. Фигдали. И, например, вы, ну, поступаете так, как вам хочется. Фигдали. Вы, ну, действуете так, как нужно вам, как вы хотите вот в данный момент времени, а не как-то иначе. Никак по-другому, да. Вот. И всегда ли вы совершаете, ну, те или иные действия от выбора. То есть, всегда ли это выбор. Всегда ли это именно выбор. Нет ли такого, что это, по большому счету, несвобода, принуждение. Есть ли у вас альтернатива в том, ну, в том, как вы, например, поступаете, в том, как вы можете, допустим, поступать сюда и так далее. То есть, мне кажется, что очень важно этот момент, этот момент зафиксировать. Ну, вот. И дальше следует следует за собой. Следует за свои, ну, следует своими желаниями. Вот, условно говоря. Следует за тем, чего хочется именно вам. Следует за тем, что важно именно вам. Да. Уже можно говорить про некоторое выравнение в вашей жизни. Да. Вот. Потому что сейчас вы бросаетесь из крайности в границу. Вот, вы говорите. Да. Все страдает в выводе характера от пугива людей. Ну, так уж, такой характер. Самые ценности связаны с моим эго. Например, я должна быть первой победительниц и контролировать документы. Да. Это правда. Может быть, вы именно такая. Вопрос немножко в другом. Всегда ли вы хотите быть такой? То есть, всегда ли вы хотите быть сильным? Ну, наверное. Наверное, я думаю, что каждому человеку во время от времени хочется попить слабо. Хочется прослабиться. Хочется, чтобы его кто-то обнял. Да. Хочется какого-то, ну, какого-то сочинства, заботы и так далее. Да. И вот мне кажется, что вам в первую очередь имеет смысл обратить внимание именно на эти вещи, именно на эти моменты. То есть, ну, смотреть, условно говоря, смотреть именно как мне кажется гораздо важнее. Вот. Потому что, ну, условно говоря, условно опять же говоря, если вы себя не слышите, если вы себя не чувствуете, да, если вы себя, ну, вот, не замечаете, не замечаете в себе, вот, каких-то моментов, вот, которые, ну, вот, как-то меняются, да, которые меняются, может быть, даже, вот, вместе, вместе с вами меняются эти моменты. Вот, если вы этого не замечаете, если вы, ну, остается, скажем, не чувствительны, вот, вот, то вам становится плохо. Мне кажется, что, что основная проблема, там, отключается от вас, что вы не можете прислушиваться к тебе. То есть, значит, вы сильно, вы вот эту вот, вот, что называется победительница. Как вы, как будет, ну, как вы себя называете, да, вы всегда такая. То есть вы хотите, вы не хотите, вы всегда, всегда вы вот такая. И это, на мой взгляд, является самым таким вот, может быть, сложным и неприятным. Мамент для вас, вот, потому что это не под контролем. Вот, поэтому ничего плохого в том, чтобы быть вот такой, какой вы себя описываете, я не вижу, ничего плохого в этом нет. И если это делает вас счастливой, если это делает вас вполне, если это делает вас более цельней, вот. На мой взгляд, это самое важное, на мой взгляд, это самое главное. Вот, если этого не происходит, то вы, конечно же, чувствуете себя крайне неудовлетворен. Ну, собственно, как мне кажется, что и происходит. Вот, да? Вот. А неплохо вы, помимо всего прочего, понимаете, что вы делаете. То есть вот, когда вы поступаете, так или иначе, когда вы действуете, так или иначе, когда вы делаете тот или иной выбор. Оставитесь ли вы при этом сами собой? Оставитесь ли вы при этом настоящий? Или в какой-то момент вы изменяете себя, в какой-то момент вы становитесь уже не той, а кем-то другим. Вот это, на мой взгляд, является важнейшим элементом. Потому что, на мой взгляд, только это, в принципе, определяет то, свободен человек или нет. Сейчас он или нет. Вот. И... И... Ничто другое. Вот. Вот. То же, что вы предлагаете вы, как мне кажется, это больше про... Вот. Я сейчас, сейчас, себя заберу столько, что мне было дорого. Вот. Вот. Я сейчас, 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 сейчас заберу у себя одну. Вот. Одну я у себя вот заберу. Вот. И... Насильно себе дам что-то другое. Ну, это, на мой взгляд, то, что изначально обречено, обречено на провал. Вот. Потому что... Ага. Вы у себя не заберете то, что вам нужно. Вы... Ну... 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 Будете сделать вид, вид, вот, что собрали. Вот. Вы будете делать вид, что боретесь или будете сопротивляться, так, которые снова и снова те или иные предложения, которые вам будут поступать. И делать это, кстати, будет совершенно адекватно, совершенно обратно, потому что вам, вам не хочется, не захочется стирать, собственно, то, к чему вы привыкли, то, что вам дорого, вам не захочется от этого отходить. И, на мой взгляд, это совершенно нормально, на мой взгляд, это совершенно нормальная история. Вот. Поэтому я и хочу, чтобы вы увидели, что вы, ну, как бы, поменяете сейчас одну борьбу с другой борьбой. Вот. И это... Хочется вам, что вы или нет, не ведет, не ведет вас никуда, не ведет вас, ну, ни к чему, по сути, вот, вообще ни к чему, никуда вас это не ведет. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь имеет смысл все-таки обратить свое внимание, вот, на более, такие, тонкие материи, да, на более, такие, тонкие вещи, вот, на более, такие вот, детали, себя, своей реакции и так далее. Дальше. Вы хотите контролировать контроль, это всегда про тревогу, вот. А тревога про страшные определенности. Вот. То есть вы не можете реагировать спонтанно на какие-то вещи. Дальше. Любое пространство ненавистиственное. Ну, понимаете, они же, вот, ненавистьственное, не вникает из ниоткуда. Вот это, ну... Это ваша реакция. И откуда-то она возникает? Ваша реакция. каким-то образом она появляется в вашей реакции, и мне кажется, что очень важно для вас понимать, как получается, что вот вы чувствуете, например, вину, чувствуете, например, стихи и так далее. То есть все это происходит с вами, по сути, дел на постоянной основе. Но замечательно бы я, то, что с вами происходит, это уже такой довольно, мне кажется, большой вопрос, довольно значимый вопрос, потому что мне кажется, что вы не замешаете. Ну то есть убивание это воспринимается скорее всего как удовольствие, скорее всего как абсолютно нормальное что-то, привычное, может быть, ну, может быть, для вас это действительно такая вот привычная история, да, но тем не менее все-таки эта история совершенно очевидна. вас мучает вам, что все тяжело и хотели бы от этого избавиться, и я вас понимаю, но единственный, на мой взгляд, способ, который вы знаете избавить, избавиться от этого тебя добавить. Вот. Ну, есть более, как мне кажется, есть более такие, знаете, гуманные способы, вот, не обязательно, ну, не обязательно, не обязательно, как бы резать по-живому, да, очень, но не обязательно резать по-живому. Можно достаточно немножко и органично дать вам то, что вы, например, хотите. Вот, потому что... и так, как вы этого хотите, вот, а не некоторыми какими-то, ну, драконовскими способами, да, которые, кроме боли и преодолевания себя, в общем, в общем, в целом, ничего не оставляют. Вот. Мне бы этого для вас не хотелось. Вот. Поэтому, а-а-а, тут вот такой момент. Дальше. Да, вот. Я бы сказал, здоровые страны, со всем стремлесным, я бы читал себя радостно проигрывал, вот, споряваясь с вами. Ну, а-а-а-а, тут вы обидвегаете к себе услуга. Вот. И вообще говоря, Но соревноваться с кем-то это не так плохо на самом деле. Вот, то есть, ну вы соревнуетесь, если вам так как-то хочется. Вот, соревнуетесь и соревнуетесь. Попрос, как мне кажется, немножко друг к другому. Ага, всегда ли вы хотите соревноваться, то есть, всегда ли вы соревнуетесь, когда хотите. Или может быть все-таки возникает некоторый момент, когда вы соревнуетесь, но не хотите этого. И вот это важно замечать себя. Понимаете, потому что, если вы соревнуетесь тогда, когда вам этого не хочется, то вполне возможно, что вот здесь как раз таки вы пропускаете что-то в себе. Вполне возможно, что здесь что-то в себе не замечаете. Вполне возможно, что здесь вы выходите из, как бы, ну, из этой состояния. Ну, осознования себя. Так, как бы. Вот, то есть, тут вы можете себя в какую-то степень предавать. Вот, я бы так сказал. Вот, конечно, есть варианты, безусловно, есть нюансы, безусловно. Вот, но по большому счету работает именно это, именно так. Вот. И, я не знаю, обращалось любое внимание на это или нет, но других людей, вот, из-за такой позиции, благодаря такой позиции других людей, вы очень сильно возвеличиваете. То есть, вроде бы, вы их обоцениваете, вот. Но в то же время, именно тем, что вы их, вы с ними соревнуетесь, вы их возвеличиваете. Вот. И это тоже нужно спросить. Та ли, та ли, или эта позиция, которая мне близка, или мне близка. Немножко другая позиция, позиция, когда и где я более умный, более, более ценностный. Да, где я более являюсь собой, где я более чем достаточно. Вот. Это важный момент, на мой взгляд. Еще, такой достаточно важный момент, заключается в том, как мне кажется, что изначально у вас ОСБ не самое хорошее мнение. То есть, вы оцениваете вообще не очень хорошо. Раз вам нужно что-то доказывать, раз вы считаете, что вам нужно соревноваться с кем-то и так далее. Но это тоже достаточно важный момент. То есть, в глубине души, вы себя считаете, у них говоря, не очень хорошие в глубине души. Вы считаете себя с махи и без махи хуже, чем другие люди. Вот. И от них тоже очень отлегчают ситуацию. То есть, когда вы стараетесь, когда вы с кем-то боретесь. Вот. 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 Бег и бит. Ну. Борьба. Со временем. Потому что. Эээ. Куда бы мы бежали. Что бы не делали. Потому что со мной это просто ощущение, что. Эээ. Ну. Что со мной. Ээ. Что-то не так. Да. А ощущение, что. Какая-то я вот не такая. Если проиграла и прочее. Эээ. Оно с вами будет. Оно никуда не денется. И, на мой взгляд, здесь очень важно это зафиксировать. На мой взгляд, очень важно это увидеть. Вот. Увидеть. Эээ. Что. Что вы с этим сами думаете. Как вы сами к себе относитесь. Вот. Потому что это отличие от других людей. Эээ. Эээ... Так. Эээ. Ээээ. Эээ. процентов на девяносто пять точно, вот, потому что, ну, понятно, что какие-то вещи от нас могут не зависеть, вот, это нормально, вот, даже касаемо нас. Поэтому, вы просто здесь, на мой взгляд, пытаетесь убрать любую, ну, любую возможность того, что на вас, ну, постигнут, то есть кто-то постигнет. Вот, такая тревога. Дальше. Так, это сейчас в детстве вы работали строгие и много требований, так же и ослепили много требований и команды. Дальше. Ну, да, здесь вот вы говорите, что родители требования, вот, но, знаете ли вы сами, с какими требованиями, например, вы согласны, с какими требованиями, например, я не согласна. То, что вы хотите, например, реализовывать из того, что родители вам давали, например, или дают до сих пор, а что нет, что нет, да? Вот, команды, те команды, которые вы даете, то ли это, что вы хотите давать, или, может быть, все-таки не всегда, может быть, иногда вам хочется давать что-то другое, но у вас не получается это делать. То есть вариантов много, как мне кажется, и на эти варианты вы можете не обращать свое внимание. Это важно, но иногда нужно командовать, иногда, и не всегда, не всегда это плохо, вот, поэтому, мне кажется, что слишком вы категорично здесь в, ну, к себе, по отношению к себе, конечно, в первую очередь по отношению к себе, отчасти вы перекладываете ответственность на родителей за то, что происходит с вами. Да, но выбор… Вы делаете сами свой выбор. И родители. Здесь роль, конечно, играет, это слово, но вопрос в том, какую, То есть, они играют ту роль, которую вы сами даёте, или остальные, они играют большую роль, чем дают, а если большую, то почему? Почему так? Из-за чего? Так. Вот, это, мне кажется, очень важным моментом в вашей истории, потому что, ну, это, точнее, это очень сильно определяет ваше поведение, это очень сильно определяет вашу стратегию, ну, стратегию поведения, вот, это очень сильно, ваше действие, собственно, определяет тоже, вот. Поэтому, да, родители требования, понятно, но что-то из этого вы взяли сам, что-то из этого вы, ну, взяли самостоятельно, понимаете, вот, и отдаете ли вы сейчас себе отчёт в этом, в том, что это происходит, вот, что, на что вам нужно, как мне кажется, обратить, обратить своё внимание, потому что это определяет ваш подход к себе и к людям, вот. Дальше вы говорите про то, что, ну, сейчас, с людьми вот так же, команды, командами вы надеяствуете, но помимо этого вы можете сами сделать легко человеку гадость, и вам больно, когда эту же самую гадость делают вам. вопрос не то, кто кому-кому сделал гадость, вопрос, как мне кажется, в том, больше, для чего. была эта гадость, ну, изначально сделана, скажем так, вот, с какой, прям, целью она была сделана, эта гадость, вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, можно что-то говорить. Исходя из этого, можно действовать. Я не думаю, что кто-то хочет, действительно, реально, сделать гадость человеку. Я думаю, что, что, если люди делают друг другу что-то плохое, вот, то связано с тем, что человек уверен, абсолютно уверен в том, что он делает что-то хорошее. и что-то важное для него, вот, понимаете. Вам нужно не запрещать себе делать гадость людям, как это выглядит сейчас. Вам желательно немножко по-другому пути пойти. Вам желательно посмотреть что вы хотите, когда делаете эти гадости людям. Вот, и уже, исходя из этого, смотреть на ситуацию. Потому что, потому что, опять же, запрещать себе делать гадости сразу, ну, это не приведет ни к чему, кроме того, о чем я говорю. Ну, раньше, вот, когда говорил про борьбу, определенно. Дальше. Ага. Вы пишите, что если мне кто-то делает гадость своего с радаром. Ага. 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 Ну, опять же, у вас это потевает. Потому что... Ага. 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 У вас, у вас, ну, неустойчивое достаточно представление о себе получать. Поэтому, вот, это ситуация и выстрадает. Это, в данном случае, нормальный вопрос. А потом, больше, что вы делаете, что вы делаете в бою. Вот, что вы делаете в своей бою. От того, например, что вам сделали гадость. Как вы обращаетесь к ней, в бою я имею в виду. Вот. Это, пожалуй, очень важный момент. Потому что, обращаясь к полю, вы лучше можете себя понять. Вы можете лучше себя увидеть. Вы можете лучше себя познать. И увидеть то, то ли вы сделаете, что вам хотелось. Ну, да. Ладно. Лучше ли было сделать что-то другое. Да. Вот. Лучше ли был другой способ выбрать, ну, для того, чтобы донести до человека, вот, то, что вы хотели ему донести. Вот. А вы, я думаю, так не привыкли. Действительно. Вот. Это ничего удивительного, что не привыкли, но не привыкли. А дальше. Так, я… О, так. Некоторые говорят, что я амбициозный, но это излишне, даже негативно. А как вот вы говорите, что вы излишне амбициозный, негативный? Да. А как это проявляется? То есть, на основном, мне кажется, мне думается, основное проявление излишней амбициозности, это все-таки больше про через силу. То есть, больше про преодоление себя. Больше про заставление, заставление себя. Когда человек именно вот заставляет себя что-то делать. Потому что, если вы свободны в своем, в своих амбициях, например, вот, то, извините, что в этом плохого? Если вы делаете то, что вам хочется, если вы боретесь за то, что вам хочется, то опять же, простите, кто это определяет, кто определяет то, что это излишне, например. Мне кажется, никто не может это определить, кроме вас самого. Вот. Если вы к себе не чувствительны, вот, то, конечно, будете себя истощать. Вот. Это, ну, работает так же, вот, как, например, с очиопой, когда человек может немножко поднапрячься и выучить что-то на хорошую оценку. А иногда, вот, он напрягается, он старается, ну, сделать что-то он не может. А его, там, например, заставляют ругают и так далее. Я думаю, это было бы, это было бы с вами. А, просто, а, не позволяло вам размещать в общении с другими людьми, а, некоторые, ну, другие просто, просто, стороны, другие стороны ситуации, другие стороны конфликта, скажем так, другие стороны вопросов. Дальше, санкционная оценка низкая, хоть пытаюсь создать область холодной равнодушнее, что только высокомерной. А, у вас, вы говорите, низкая санкционная оценка. А, в чём это проявляется, в чём это выращается, то, что у вас низкая санкционная оценка. Ну, вот, конкретно, так как-то. А, вот, а, то есть, это, мне кажется, очень важный момент. А, вот, если, если у вас низкая санкционная оценка, то, ну, наверное, это, как, как-то вами самой обрабатывается. Вот, как-то вами это воспринимается. Ну, моя задача, наверное, обратить, о, ваше внимание на то, как, как это происходит с вами, я мобилю. Вот, и постараться помочь вам привести это некоторое соответствие с тем, что вы хотите. Например. Вот, для себя, где вам было бы комфортно, спокойно, хорошо. Вот. Дальше. Так, а, и так же, если у моих врагов то что хорошо, что это хорошо получается, я сильно длится на них. Все это, безусловно, понятно. А то все в одну каркангу идет. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, больше, что за этим стоит, за тем, что вы злитесь, если у ваших врагов что-то получается. Вот это важно. То есть, вы же об этом не говорите. Практически. Вот. То есть, вы на поверхность, но внутрь вы не идете. А внутри самое важное. Вот. Поэтому. Да. Чтобы не было похоже, что вы себя бочуете. Вот. Чтобы не было похоже, что вы себя наказываете. А именно это. Так. Именно так выглядит. Вот. Что? Важно немножко глубже опуститься для непонимания того, что с вами происходит. Вот. А дальше я бы хотел оставить амбициозную убрать хрупкое эго. Тогда нужно отработать это психотерапие. Вопрос в том, что я обидел. Это нужно учиться проживать. Что за мной? Ну, я сказал. Не буду навешивать на вас какие-то ярлыки, просто стереотипы. И так далее. На этом все. Надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен за обратную связь на мой ответ. Это поможет вам начать работу над собой. Удачи вам. Всего самого доброго. Благодарю вам пока. Отклюья.